В парке Карима Тинчурина многолюдно с шести утра. Больше всего покупателей у грузовика с овощами. Пенсионерка Алифтина Романова пришла на ярмарку одной из первых. Здесь она рассчитывает сэкономить и купить все необходимое к новогодним праздникам. Очень довольна, дешево здесь все. В магазинах дороже ведь? Там и 45 капусты бывает. Вы их взяли впрок или просто всего по чуть-чуть? Всего по чуть-чуть, так чтобы пока хватило на праздники. На сельхозярмарке торговля в самом разгаре. Самые свежие и качественные товары привезли фермеры из Тюличинского района. Особой популярностью пользуются овощи. Так называемый борщевой набор здесь можно купить с большой скидкой. Капусту и картошку раскупают тележками. Такие ярмарки сейчас, пожалуй, единственная возможность сэкономить. Согласно последним данным Татарстан-Стата, только за прошлую неделю подорожали 33 вида основных продуктов питания и только 7 подешевели. Рекордсмены роста – капуста, яблоки и рис. В целом, с начала года белокочанная капуста прибавила в цене почти на 150%. Картофель – на 90%. Морковь и свекла – более чем на 50%. Лук – на 40%. Яйца стали дороже – на треть. Небольшое подорожание есть на овощную продукцию, это еще раз говорю сезонная. В принципе, по всем остальным видам продукции мы идем все равно ниже рынка. Весь ассортимент представлен, то есть при любых условиях республика способна обеспечить себя необходимым количеством продовольствия. Мы сюда ездим через каждую неделю, полный ассортимент товаров имеется, от молока до мяса, картошка, зерна, все есть в полном ассортименте и по рекомендованным ценам. Продукции хватает. С сентября в столице Татарстана действует 15 таких площадок. Только сегодня в город завезли продукцию на 110 миллионов рублей. На ярмарках реализовали около 140 тонн картофеля, более 40 тонн капусты, 23 тонны лука и 15 тонн моркови. Здесь дешево, не отморожено, не разморожено, они всегда следят за тем, чтобы продукция была даже на морозе качественная. Скажите, а сегодня за какими овощами пришли? Сегодня мы купили капусту. Купить продукты к праздничному столу казанцам нужно поспешить. Уже через неделю, 25 декабря, сельхозярмарки завершают свою работу. Тагир Валиди, Олег Мыльников, ТНВ, Казань.